Ну вот уже хорошо. Я училась у нас так увы. Александровская школа – одна из старейших в Азовском районе. Осенью готовится отмечать 75 лет со дня основания. Жители села любят ее за уютные классы с домашней атмосферой. Но более чем за полвека условия в школе остались прежними. Дети учатся все в тех же помещениях, что и их родители. Капитальных ремонтов в школе не было. Периодически происходили текущие ремонты проводились. Ремонтировалась крыша. В 80-х годах менялись окна. И в 70-х годах было сделано водяное отопление. Ученики младших классов учатся в отдельном корпусе зданий 19 века. В этом помещении до сих пор нет центрального отопления. Зимой классы отапливаются углем. Расходы огромные. За полгода уходят до 16 тонн топлива. Здесь уже рушится хрунда. Поэтому с пола, конечно, тянет первым. И прилично. Окна также огромные. Вот эту трещину замазывали в четверг. К следующему четвергу она снова приедет. С просьбой о реконструкции школы директор недавно обратилась к областному министру финансов. Та, в свою очередь, пообещала – поможет, чем сможет. Основной задачей станет увеличение количества классов. По новому закону все школьники должны учиться в одну смену. Разместить их всех сразу пока невозможно. Все вопросы, которые у меня возникли, необходимо проработать с районным отделом образования. Соответственно, с министерством образования. По вопросам возможности включения тех или иных работ по ремонту или по реконструкции вот этой школы. Пока дирекция школы сама проводит косметический ремонт в кабинетах. 1 сентября школа должна открыть свои двери для новых учеников. Она единственная в селе. Но и учителя, и ученики надеются – реконструкция не заставит себя долго ждать. Юлия Карасюк, Сергей Зайцев. Главные новости.